На семинаре в Краевой столице с волонтёрами пообщались руководитель Департамента информационной политики региона Владимир Пригода и директор Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра Александр Золотов. С 3 июня 2019 года край переходит на цифровое вещание федеральных каналов. Как один из самых крупных по территории и населению регион, Кубань вместе с большинством регионов России попала в третью волну отключений. Руководитель регионального департамента информационной политики Владимир Пригода подчеркнул, что для старшего поколения процесс перехода может вызвать определенные трудности. Поэтому край будет помогать всем, кому это необходимо. Волонтёрское движение на Кубани сильное и развитое. И сейчас началось обучение первой группы добровольцев. Их задача – отреагировать на все заявки от людей, помочь им разобраться в нововведении. Это будет проходить по простому алгоритму. Человек обращается на горячую линию, где оставляет свой адрес, телефон и координаты. Затем заявка поступает в конкретный город или район. Далее группа волонтёров связывается с заявителем и выезжает на место. В случае, если речь идёт о незащищённых слоях населения, к людям приедут специалисты соцзащиты. Также к этой работе будут привлекаться общественники и сотрудники местных администраций. Всего по методике Минкомсвязи в регионе должно быть более трёх тысяч подготовленных волонтёров. Александр Золотов сообщил, что к 1 мая у нас будет уже большое количество обученных волонтёров, способных выезжать по заявкам наших земляков. В целом, программа подготовки рассчитана до начала отключения аналогового вещания федеральных каналов «Края». Чтобы в момент перехода людям было проще, на экранах первое время будет появляться информационная заставка с указанием телефона горячей линии, куда можно обратиться за помощью. Продолжение следует...